Мы привыкли ассоциировать йогу с позами или асанами. На самом же деле это состояние души или полное равновесие, как снаружи, так и внутри. Посол Индии Сангиту Бахадур в Беларуси уже более двух лет и уверяет, что наша природа идеальна для медитации. Причем, чтобы расслабиться, не всегда необходимо знать особые техники. Достаточно просто сфокусировать внимание на любимых цветах. Йога — это особый образ жизни, который очень созвучен индийским традициям и призван объединять людей. Поэтому в этом году решили провести мастер-классы в режиме онлайн, чтобы люди из разных стран могли принять участие, независимо от уровня подготовки. Йога — это крайне удобно, потому что легко можно заниматься дома, не нужно специального оборудования и самыми простыми позами может овладеть каждый. Более пяти лет назад йога попала в список нематериального культурного наследия, как образ жизни, который содействует укреплению не только тела, но и духа. Потому в резиденции в посольстве Индии двери для йогов открыты всегда. Причем приглашают всех, независимо от уровня спортивной подготовки и возраста. Йога — это не только поза. Организация Объединенных Наций, провозглашая Международный день йоги, отметила, что в первую очередь она помогает снизить агрессивность и установить взаимопонимание. А значит, установить гармонию не только внутри человека, но и во всем мире. Чтобы рассказать о том, что такое традиционное йога, правительство Индии направило в разные страны мира более двухсот человек. Кирти Чорди, родом из самого большого индийского штата Раджистана, легко переходит на русский язык и не перестает удивлять учеников своей гибкостью и взглядом на мир. История йоги началась во времена, когда были созданы веды, переводим «знания». И тогда было всего 16 основных поз. Позже асан стало 80. Их названия созвучны названием животных. Цель йоги — не принять определенную позу, а достичь такого состояния, в котором будет удобно делать дыхательные упражнения. Мы укрепляем тело, и только в этом случае можно достичь медитативного состояния. Когда ваше сознание спокойно, все органы работают хорошо и повышается иммунитет. Это как раз залог здоровой и счастливой жизни. Преподаватели знают, что результат приходит только благодаря упорной работе над собой. Но советуют не забывать расслабляться. При этом главный ингредиент каждой асаны, конечно, любовь. А вот это вот под нас. Это же сложно. Это не так сложно, сколько нужно успокоить свой ум, свое сознание, разработать колени, разработать суставы, разогреть и подготовиться. Люди, когда им говоришь йогой, если они еще ни разу не занимались, они думают, что нужно завязаться в узелочек, да, там как-нибудь, да, ногу закинуть куда-нибудь. Но это не так. Это йога как раз дает ту свободу тела, мышц, связок всех, да, и потом ты можешь это делать. Мы не стремимся делать какие-то сложные позы. Мы стремимся познать себя, познать свое тело и учимся им управлять. Задавая определенный ритм дыханию, мы успокаиваем наш ум. Йога отличается от других видов спорта тем, что это не только гибкое, здоровое, красивое тело, но это гибкий, спокойный ум. Это острый интеллект, это способность принять любую ситуацию, способность принимать людей такими, какие они есть. Это улыбка на лице. Позы дерева, бабочки, горы или собаки, приветствия солнцу, все они как раз и гармонии с собой и природой. Практика укрепляет позвоночник и суставы, а глубокое дыхание наполняет каждую клетку кислородом. И тогда ваше тело обязательно скажет спасибо в виде постоянной бодрости и огромного количества энергии. Проверено на собственном опыте. Александра Раткевич, Алексей Шаплов, Валерий Оксинович. Наше утро.